Новые цели для судебной сферы озвучил Жакий Пасанов на Республиканском расширенном совещании судей. Для того, чтобы система работала хорошо, необходимо ее упростить, продолжить борьбу с коррупцией и сделать судей более независимыми, прекратить практику ареста всего имущества подсудимых. И это только часть того, над чем придется работать, но никаких реформ в судебной системе проводить не будут. По итогам прошлого года Казахстан в рейтинге качества судопроизводства занял пятое место среди 190 стран. Жакий Пасанов отметил, что в судах не должны работать некомпетентные специалисты, которые не заинтересованы в качественном отправлении правосудия. Многие рвутся в столицу. Большая конкуренция. За три с половиной года мы из других судов сюда набрали районные суды города Астаны 39 судей. И вот смотрите, чем это закончилось. Все миры освобождены за провалы, пять судей не прошли аттестацию, трое наказаны, судебные на волоске сейчас висят. Четверо ушли с работы, потому что уже их собирались уволить. Двое подали уже заявление на сегодня. То есть 54% не справились с работой, они прошли конкурс. К слову о совершенствовании судебной системы в Казахстане, президент республики Нурсултан Назарбаев всегда уделял особое внимание. В своей книге «Эры независимости глава государства» подробно описал процесс становления правосудия в Казахстане. Задумывая масштабную правовую реформу, я исходил из политической аксиомы. Без справедливого и честного суда цивилизованное общество существовать не может. В феврале 1994 года была регламентирована деятельность судебных органов и определена компетенция Верховного Суда как высшей инстанции, осуществляющей кассационное производство и контролирующей нежестоящие суды. Продолжение следует...